будем с этого сделать и будет ли у нас какой-то видос и посмотрим можно что-либо во-первых слышно или нет да слышно конечно же да ну наша задача ребят посмотреть все-таки насколько у нас качественно работает наша программа и на сколько получится ли что-то вообще здесь потому что как вы видите существует проблема большая именно непосредственно непосредственно проблема существует у нас с gta 5 то ли там настройки не вменяемые ну если большие давайте посмотрим посмотрим пока вот так а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Мы тут можем пополнять свои какие-то... Сейчас я посмотрю, все ли работает, ребят, извините. Или ОБС опять... Да, вроде нормально работает, кстати, ребят, на тысячу... Одну секунду, ребятушки. Это что-то такое было, непонятно. Никто не знает, наверное, на нашем месте, и, безусловно, мы тут можем пополнять свои... Ну, вроде... Сейчас я посмотрю, все ли работает, ребят, извините. Вроде идет, да, ребят. Ну, вот подсасывает что-то опять тут немножечко. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас такое. Переходим в игру и попробуем... Ну, для меня самое главное сейчас посмотреть, как он работает, не работает, фурычит, не фурычит. Итак, заходим... Давайте посмотрим, что у нас есть из оружия. Как мы видим, уже наш пистолет. Ну, кстати, пистолет, на него хорошо бы, знаете, что приобрести какой-то... Сейчас. Просто посмотри, как качество. Нормальное или нет? Причем тут, как у тебя там стоят какие-то... Вот, то есть, ребят, я тут еще параллельно запрягаю людей, чтобы помогали немножечко, но фиг его знает. Пока, пока, пока дело такое. Значит, у нас здесь, смотрите, дробовик. Дробовик. Затем у нас снайперская винтовка, очень даже неплохая. Итак, глушитель не работает. А почему у нас глушитель не работает? Как мне поменять глушитель? Как мне сделать глушитель? И тут еще такая фишка какая-то была. Ага. А что у нас здесь? А почему глушитель не работает? Давайте посмотрим. Давайте зайдем в арсенал и... Вообще работает или нет? Потому что такое ощущение, что все стоит. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас такое. Переходим в игру и попробуем. Ну, для меня самое главное сейчас посмотреть, как он работает, не работает, пурычит, не пурычит. Да, вроде работает, но как-то немножечко лагает, да, ребят? Немножечко лагает. Итак, давайте посмотрим, здесь у нас должен быть глушитель. И глушитель, вот он должен быть, глушитель, глушитель. Ремонт глушителя 300. Ну, давайте, без вопросов. И еще тогда мы давайте перейдем к нашему пистолету. Здесь, кстати, у нас есть механический. И вот еще какой-то есть. 690, это уже прицел, понятно, а у меня бабло нет. Ладно, надо еще сходить на задание и уже... Здесь мы можем сделать... Вот глушитель у нас есть, обойма у нас есть. Но... Но, ну, пожалуй, и все, да, ребят? Пожалуй, и все. Ну, во всяком случае, давайте заходим. Обязательно пишите, что там по поводу камеры. Качество, есть ли оно вообще, насколько сильно лагает. Потому что, ну, я сейчас еще у себя смотрю. Так, извините, отходил. Мне надо сделать именно так, чтобы я тоже смотрел в YouTube канал. Для того, чтобы все было четенько. Причем, сейчас я не буду отвлекаться на ваши комментарии, если такие будут в чате. Я сейчас должен просто посмотреть качество. Есть оно вообще у меня или нет. Итак, ага, два зайца сделали. Давайте в изоляции сделаем. Значит, смотрите, что нам здесь нужно. Пункт связи сепаратистов. Ничего себе у них пункт связи. Расположенный в горах Кавказа. Поддерживает регулярную связь с неустановленными спутниками. И наша задача проникнуть на объект. Вот на этот, который мы видим на картинке. Так. Вот на вот этот объект. Проникнуть. И перенацелить спутниковые антенны для захвата вражеского сигнала. Чтобы больше узнать о операциях сепаратистов. Ну и все, ребят. Давайте начинаем. Начинаем. Поехали. В бой. Значит, мы опять берем. Жалко, ребят, что эта версия не русифицирована именно по голосовому переводу. Но я думаю, что все будет в норме. Итак. По качеству, конечно, полный кайф. Полный кайф. Полный кайф. Давайте входим. И давайте поедем на тачечке. Очень, очень, очень классно. На новой ведяхе, конечно, все очень круто. И все это благодаря моему другу. Лепику Юрию. Так, что-то я там увидел какое-то предупреждение. Давайте. О! Ух ты, вы видели? Миллиметр буквально было. А это что? Нет, спасибо. Нам надо выйти. Ну, выйти же как-то так. Нет, или как? Где? Давайте мы еще раз посмотрим, что у врагов здесь есть. Блин. Сколько их вот я бью, а... Их меньше не становится. На. Мы же им все как обычно. вроде в баштан тоже попал вы знаете странно ладно давайте попробуем ну вроде все четенько давайте теперь им по баштану то надаем вообще по идее не должно быть у нас никакого особого звука что мы сделаем здесь не ну ребят ну неплохо да давайте перезарядим оружие и вон их главарь мы сможем главаря завалить здесь где он вот он а тут крыша понятно давайте перезарядим снаряд ну и хорошо нам бы знаете нам бы вернуться все таки на наше место потому как надо пополнить немножечко патронов я просто не знал что здесь каждый раз одно и то же вообще у вас качество должно быть очень хорошее по идее я уж позже посмотрю уже потому что и так я уже тут немножечко намучился с битрейтом сейчас пытался сыграть в gta но игра не пошла ну 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 странно здесь нифига нет ну ладно короче выходим и валим может быть они где-то у меня я не знаю где у меня эти снаряды если честно патроны кстати я не знаю а можно ли они как нельзя менять вид сверху да кстати здесь еще радио есть ну-ка где у нас радио вот тоже кто-то там есть а я не знаю что здесь кто то есть короче едем чуть-чуть по другой дороге мы здесь уже были на шахте к вам кванашхири ванахшири мы еще прошлый раз думали что здесь по нам тоже будет это стрелять я не знаю вполне возможно же вы кто-то стрелял бы сейчас наверх и чуть чуть левее кстати там есть место перед как скаем как скаеме быстро быстрого перемещения смотрите горы какие классные блин так это мы едем точно туда же как и в прошлый раз мы ехали я точно так же объехал эту дорогу короче с этой стороны этот поезд да ребята в прошлый раз мы вот здесь вот с вами стояли и мочили забирали заложников вот здесь вот вот в этом месте сейчас поехали еще дальше сейчас поехали еще дальше фрэнк я вижу на базе прореза радио телескоп я в 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 Продолжение следует... Ну, посмотрите, еще какая-то там, как микрофон штука. Интересная. В общем, давайте, вот здесь вот нас, нам сказали, короче, чтобы мы к вот этой вышке не сильно, короче, подлетали на нашем дроне. Это его максимальная высота, кстати, кто не знает. Вертолетная посадка, кстати, площадка и вертолеты есть тоже здесь, ребят. Ничего себе. Там, по-моему, что-то с вертолетом не то немножечко. 124 метра, там какая-то наша цель. Ну, первый раз лечу, поэтому извиняйте. Вот хорошее место для снайперского удара. Да, ну, в общем, я не обнаружил ни одной цели, ребят, с этой точки. Это, наверное, слишком высоко. Как-то... А, еще нужно дополнить... Не убивать ученых. Ну, я даже и не думал убивать ученых. Это какая-то вообще шняга. Ай! Боже, как будто с девятиэтажкой спрыгнул. О, интересная штука. Здесь можно будет, наверное, как-то подстегнуться и... И спрыгнуть вниз, да. Ну что, давайте попробуем... Давайте попробуем с этого места немножечко. Опять же, вот так вот. Там понятно, что там один злодей. Но меня интересует, где еще двое. Вот еще один. Еще один. Еще. Да что, сколько их здесь? Ого, их тут немало. Я вам должен доложить. И чтобы их всех убрать, это понадобится время. Да, серьезно. Ну что, давайте будем садиться. Вернее, ложиться. Берем нашу сошку. Ну и давайте. Вроде у нас все в порядке. Начали. Кусочек маз... Коробки. Черепной коробки кусок у нас. Этот тоже стоит в таком месте. Курит. Дружище, курение тебя убьет. Ха-ха-ха-ха. Серьезно. Не поспоришь. Не поспоришь, ребят. Ну что, может быть с этим лучше покончить? А до него далековато. Еще и ветер есть. Ветер я, кстати, не учел. Да блин, стреляй же! Хреново. Плохо. Да, тут я точно протупил. Ребят, мой бог. Компьютер подтупливает еще. Ого. Да там у них, я смотрю, все серьезно. Не вижу. Но где-то тут же стоит. Компьютер подтупливает. И че? Че он сидит-то? Это максимум, да? Ладно. Я не понял, он труп или не труп? Как-то странно. Я по нему стреляю, он ноль эмоций. Готов. Ну что, давайте еще разочек. Вот здесь двое, да? Трое, значит. Где-то еще одного нашел я. Да, вот. Еще. Третий. Ну, в общем, пока тут все понятно. Пока у нас здесь всего три. Давайте быстренько перейдем сюда. У нас количество патронов должно хватить. Кто-то там орал, вообще непонятно, чего орать-то. Ладно. Давайте посмотрим, что у него есть здесь. Где-то здесь был один враг. Вижу. Это что, простите? Я уверен, ему было очень неприятно. Там еще, смотрите. А, зачем, зачем падать-то? Да, ну вы гоните. Там их миллион, оказывается, еще. О, вот это да! Он прыгнул зачем-то, очень непонятно. Какого черта он прыгнул? Я хотел просто на поребрик забраться, а он, короче, со всей дури. С восьмого этажа, короче, как хайдак. В общем, несерьезно, несерьезно с его стороны это было. У меня даже патронов столько не было, если честно. Ха, серьезно. Не, ну действительно слишком их много. Ну ничего, плевать. А, то есть мы здесь идем с самого начала. Ну что ж, ладно. Раз так, то давайте. Так. Остановись мгновение. И че мы не можем? Я вас так перебью. Че, зря на это лезть туда. Не хочу. Ну тут, конечно, все плохо видно. И хрен вот здесь кто-то хорошо виден. Родной мой, повернись на меня, пожалуйста. Жалко, что я не пробил его в мордан палас. Ну что, давайте, короче, запустим нашего товарища. Ого. Он сразу так тю-тю-тю обнаружил еще кучу. Прикольно вообще, что... Да, очень прикольно то... Кстати, наверное, придется нам на вертолете сваливать отсюда. Такое ощущение у меня. Что может, короче, через... Летать через деревья там без препятствий. На самом деле, конечно, так невозможно, но... Компания вы не убедили. Вот где-то здесь вот стояли. Ай-ай-ай-ай-ай! в общем кого-то мы там лупанули давайте посмотрим кто там у нас есть кто-то начальник какой-то там сидит большой начальник я так чувствую что все равно придется залезть на эту горочку и придется их с горочки мочить всех не станом мне кажется что бы это тоже должно потянуть на этих настройках всех вполне достойное качество насколько я ребят если что не так пишите пожалуйста чате об этом и еще я бы хотел знаете что немножечко сделать я бы хотел приподнять нет тут не так все просто ладно ну давайте еще попробуем посмотрим что почему итак кладемся поправка на ветер все-таки есть ребят по идее он должен быть где-то здесь поправка на ветер у нас незначительная поправка на ветер у нас незначительная мы принципе могли бы сами конечно а что у нас с этим товар давайте того попробуем да поправка с поправкой на ветер и давайте встанем здесь не такое большое расстояние поэтому можно спокойно а здесь уже расстояние побольше надо хотя бы чтобы он был в зоне видимости потому что без зоны видимости как-то у нас не очень все хорошо так что у нас там он прячется просто ясно это максималка нет я не буду стрелять отсюда что у нас командиром где-то он был живет но я просто не забью его с этой стороны это слишком далеко но как бы можно было все сделать но ребят есть один минус я бы хотел чтобы вражина была прямой видимо видимости то есть перед тем как прыгать вперед надо обязательно будет сделать ход конем да блин да достал так прыгать как будто геморрой у него итак ребят вот здесь вот товарищ один давайте мы его снимем курение братишка тебя убьет нет надо перелезть чтобы это было вот и там что покуриваешь или или колешься вообще он такое ощущение что на улице холодно очень странный чувак ну что мы здесь пройдем нет нет ребят мы здесь не пройдем и это уже это уже у нас минус тут мы скатимся просто туда поэтому нам нельзя такое ощущение что он внутри вот в этой коморке и еще я не знаю по времени у нас есть какие-то моменты если вы конечно делать это все на время то это было бы сложнее так а так без времени это ну блин он падает спадает отсюда как-то неустойчивая деревяшка где-то по моему один там наверху тусит тоже они же двигаются поэтому я вот хожу с одного места на другое давайте вот этот меня интересует где он там вообще странно а вы же видели что я по нему не попал через автомат его просто тупо да я понял то есть у них не понял я ни черта большой ветер что ли у нас мало патронов ну в любом случае давайте будем нас там еще кто-то появился там еще появился смотрим вот у нас вражина да он внутри ходит здесь где он вернись родной эй бонд сейчас еще упаду это уже у нас рассвет но я не знаю про время никто не говорил о да ладно блин блин точно это же врач чу елки зеленые а я смотрю как круто сидит ну ладно давайте поехали свою дивизию а взял все таки одного и замочил вот это непонятно что у меня тут стрелочка какая-то я думал что он молится там кому-то нафига его нейтрализовывать нормальный чувак вроде украшения 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 на первой обучении украшения координия хорошо Продолжение следует... 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 Вот странные какие-то у них помещения. Продолжение следует... 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 давайте съездим сюда что ли можно сюда съездить я просто не разбирать или можно только вот в такие места да такие места в такое место нам к сожалению нельзя ладно хорошо едем тогда на нашу хату и вопросов нет а потом соберемся и гриваш гривак замочен спасибо конец связи надо кстати поискать все-таки русскоязычную версию я думаю что это было бы достаточно интересно но к сожалению возможно не было бы смысла прям вот сидеть до конца и смотреть что к чему и так я обычно просто этим аналоги не заслушиваю и двигаюсь вперед и так ребята что патронов у нас давайте посмотрим что у нас здесь есть у нас есть какая-то всего лишь мы 5000 заработали на этом деле это у нас 10700 это вообще какая-то скорострельная что ли калибр 762 полуавтоматический глушитель есть от это дело вот и и снижение шума у нее же должен быть глушитель правильно ладно сделаем сделали грима ремонт глушителя 2 500 мне не хватит мне нужен какой-то другой какой-то нужен другой момент ребят и так здесь давайте нам подкупить надо снарядов там я не знаю пистолет у пистолета глушитель в норме я им особо не пользовался и у нас еще надо бронежилет ремонт отремонтировать в норме кстати бронежилет другой у нас ну хорошо раз такое дело нам нужны бабки давайте пойдем может все таки получается тоже там наемники да так что это у нас давайте посмотрим основное задание сепаратисты хотят восстановить где у нас тут если у нас меня интересует меня интересует именно каким образом я зарабатываю бабло потому что давайте бабу замочим чё нам давайте попробуем замочим бабу только мне чтобы ее замочить мне нужно нет секунду у меня здесь было сколько тысяч когда я уходил по моему 600 то есть задание это все-таки задание это все-таки покруче больше заработать потому что две с половиной тысячи не туда и не сюда совсем и так искры в воздухе сепаратисты хотят поставить жизнедорожные сообщения между стратегическими объектами но вернее по имеющейся информации на одной из станций скопилось достаточно цистерн чтобы превратить их в пепел черпни спичкой джон но сначала сначала проникни в главное депо и раздобудь дорожные ведомости и так значит задание начинается искры в воздухе и мы начинаем это задание пусть друзья поехали ручка да я не могу вот эту систему электричество стоят и и м да ну это л тэнкер Ну что, ребят, вы читайте сами, потому что я, как бы, не в состоянии читать и вести машину. Ну, как вам известно, да, за рулем читать это вредно. Обычно мы вот это место проезжаем ночью, так, вчера, так, вчера, а сегодня... Так, 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 не виз, не пожалуйста, визнуть нам не нужно. И здесь, смотрите, здесь у нас враги, мы не туда вообще заехали, в твою дивизию. А, куда же мы заехали? Вот что значит, взять и доехать не туда, куда нужно. А что я сюда поехал вообще, ребятушки? Зараза, блин. Все, мне хана, мне... Что такое, блин, думаю, что-то не то. Оказывается, короче, мы вообще не туда поехали. Ну и так, опять, наверное, придется нам ехать с самого начала, а не с этого перекрестка. Странно, что там вообще кто-то был. Вроде мы нормально, вроде я там нормально проезжал, но, к сожалению, сейчас я получил полностью по башке. Я просто меня... Блин, их очень много, и они такие гадкие. Ух ты! А где тачка? Вот она тачка, хорошо. Кстати, кстати, подожди, 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 родная. Дай-ка я... Дай я... Я хочу посмотреть, где я вообще. А, то есть, смотрите, смотрите. То есть, мы были вот в этом месте, где-то мы проехали вот здесь. Или где мы там проехали, хрен его знает. По идее, вот до сюда мы уже доехали. И где-то вот здесь вот нас шандарахнули. Ладно. Да, давайте поедем. Оружие у нас в порядке. Кстати, может быть, надо к машине подходить? Потому что там два ящика в машине находятся. Кстати, особо не видно здесь ни черта, никакой дороги не видно. Поэтому приходится ездить аж вот так вот, непонятно как. Опять какие-то бандиты там, я смотрю. А, это опять место, бля. Это мы открыли новое место, это хорошо. Хорошо. Выходим. Да, выходим, говорю. Ни хрена, они нормально стреляют. Блин, прикиньте. Интересно. Интересно. Вообще странно, конечно. Я думал, что нам нужно доехать прям до места. Там 260 метров оставалось. Я думал, прям до него нужно доехать. А оказывается, нет. Ну ладно. Осталось 300 метров, ребят. Оставляем тачку здесь. Давайте наш любимый дрон. Поехали, родной. Вот они. Что там слишком? Понял. Ребятки, вы трупы. Ребятушки, вы трупы. Ну что, начнем. Ой, да ладно. Кто? Не вижу его. Блин, а кто ж по мне там так стрелял? Потому что я вообще не видел, кто там по мне в принципе стреляет. И никого там не было. А, блин, ребята, точно. Наверное, с этой... Как она называется? С вышки. А у нас без глушителя, что ли? У нас, по-моему, без глушителя. И это совсем нехорошо. Ну-а-а. Да, ладно. блин у меня такое ощущение ребят что мы без душ а вообще я надеюсь поезд не поедет а а Продолжение следует... 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 Надоел ты мне столько раз в тебя стрелять. Параши короче, нормально музон наш, офигеть руки такие у него смотрите, ну ладно. Тебе надо что, о кстати, странно, и это все. На, я понял, надо подставить. Ого! Это враги, ребят? Нафигеть! Нафигеть! Ого! Нафигеть! 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 У меня такое ощущение, что вот сюда нужно отходить. Давайте посмотрим, что у нас. Значит, минные поля. Остерегайтесь мин. Перейдите в режим разведки, чтобы увидеть радиус поражения. Обезвреживание. Чтобы обезвредить мин, нажмите кнопку Е и отпустите, когда две метки наложатся друг на друга. Что-то непонятное. Ну давайте, тут походу мины. Я просто не знаю, уйду ли я отсюда или нет. И как далеко надо уходить от места. Вообще, наверное, не в эту сторону надо идти. Теперь уже очкую, блин. Нужно же выйти на место... Вообще, я не знаю, что тут делать. Куда-то там просто попасть и все нужно. Это не моя тачка, случайно? Ну, прикиньте, моя тачка, кстати. Интересно. Ну что ж, давайте. А этот я почему-то не вижу. Ну а теперь валить. Насколько я понял, валить нужно так же, как и заехали сюда. Задание выполнено, ребят. Времени всего 15 минут. Всего товаров на 2150. Меткость снайпера 61. Выстрела в голову 1. Максимальная дальность 2, 3, 4. Убийство 11. Ну, ребят, что-то я как-то протупил. На самом деле, когда вы стреляете там, смотрите, да, то у вас получается... Ну вот, прицел смотрите. Там есть еще маленький кружочек. Это показывает, куда, по идее, будет... В какое место будет попадать пуля. То есть, подсказка еще есть. Я думал, не знаю, везде такое не есть. Так. Все, сейчас я должен опять поехать сюда. Посмотреть, что у нас там с баблом. Ну, Массад? Итак, да блин, у нас очень мало денег все равно. 7 тысяч всего лишь. Встреча с командой. Что за встреча с командой? Встретитесь с вашей командой в горах и разбирайте план действий. Насколько я понял, это не... Это не задание. А может и задание, хрен его знает. Меня интересуют бабки, а не... 112 метров всего лишь. Там еще команда у меня какая-то. Нормально, давайте посмотрим, что за команда. А нет, это не 112 метров. Это пока только моя машина. Нива! Так, и... Добраться до туннеля. Ну, что-то мне кажется, что добраться до туннеля. Надо писать через букву О, а не через букву У. Это я как-то не в курсе, не помню. Может быть и я... Не прав, а может быть я и прав. Ну, по-моему, через букву О. Ну, по-моему, через букву О. Это какой-то акведунг был. Что, опять по нам кто-то хотел стрелять, да? Такое ощущение, что да. А это какое-то озеро получается. Ну да, задание было, конечно, простое, но именно поэтому там столько денег немного дали, две с половиной тысячи и так, ребят, заезжаем в туннель, стрим вроде работает. Сейчас посмотрим, что к чему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это что? Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . . . Спасибо. . 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 Ну вот. Продолжаем. Продолжаем. Ну что. Давайте. Ну просто они сами начали. Поэтому. Ну. Ничего не поделать. Винодельня. Да. Ну давайте. Что. А что поделать. Что поделать. Мы здесь не упадем сильно. Я надеюсь. Ой. Да ладно. Чего чихнул что ли. Итак. Ребят. Ложим. Мы. Немножечко приляжем. Смотрите. У нас 35 сценария. 35 патронов. Нам дали. Вернее. Мы взяли. У нас уже есть 35 патронов. Итак. Давайте. Смотрим сошку. У нас сошкой все да. Все правильно. Сошкой же. А. Мы сложили ее. Вот сейчас вот сошкой. Все. Ну. Все ребят. Извините. Звук. Пропал. Звук. Вернее. Тeh. Вверх. Он где-то там есть. вот он ребят видите вот этот кружочек желтенький который желтенький красненький вон он как раз то показывает туда куда попадет пулька не не дурно овощи не думает очень не дурно являет золотой цыг ухой а а а а Кожаная куртка, но в общем все под всегда На верху что ли? На втором этаже? На втором этаже На втором этаже На втором этаже На втором этаже Тоже цепуха такая Нафига на свитере цепуха На втором этаже На втором этаже Искать винодельную Найти ключи от грузовика Ну там грузовик Не, ну конечно никто бы нам не позволил вообще найти какие-то ключи Безусловно ключи нам никто не даст Безусловно ключи нам никто не даст Нормально Нормально Вот Искать Скорее Из-за Я взял криминалитера. Здесь уже никого, собственно говоря, по идее не должно быть. Итак, вот у нас взять одежду и переодеться. Теперь мы будем выглядеть вот так. И теперь нам нужно найти ключи от грузовика. Ну как найти? Если бы мы, конечно, искали сами, мы бы никогда здесь ничего особо... Чисто грузинский дом такой, вот деревенский именно дом, ребят. Пули нашли, 54 пули. Я просто слышу женские голоса и... Странно, что нету ни одной женщины здесь. Может быть, это просто... Вот ключи. И, наверное, кто-то порнушку просто смотрит там. И кого знает. Давайте пойдем. Читайте, пожалуйста, сами. Я не могу читать и грузовик одновременно, ребят. Простите. Вроде ехать нам недалеко, но почему-то мы поехали именно на самой дальней дороге. Это КАМАЗ, да? Я не обратил внимания на марку грузовика. Скорее всего, КАМАЗ. Видели? Какой-то чувак был. Это у нас ходовая так треснула? Странно. Сейчас перейдем через бревалы. Добраться надо до электростанции. Да, это наша ходовая. Вот у нас... Я думал, кто-то нас ждет сейчас. В общем, как-то так. Да ладно тебе. Слышь, куда ты уехал-то? Спрятать свое сновиджение. Ну, ладно, отправляться. Теперь нужно на свадьбу в деревню на этой здоровенной тачке. Ну, это КАМАЗ, ребят. Но он какой-то не сильно большой спереди. Он не смотрится сильно. Итак, ребят. Насколько я понимаю, поедем сейчас в горы. Нам нужно, по-моему, сюда, да? Интересно, а что здесь? Прикольно. На самом деле, нам сюда не нужно. Так, нам нужно вот в ту сторону вниз. Здесь и поехали, да? Надо же еще песню уметь петь грузинскую. Чидинвали, чидинвали. Как они там? По аэродрому. По аэродрому. Ну, вроде все. Вроде мы уже в селе. И сейчас будет там свадьба нереальная, по идее. Так, ну, здесь уже встречают нас на пропускном пункте. И мы здесь уже не управляем даже машиной. Что за баранкой будет американец? Кажись, он мне врет. Тут вина под завязку. Ничего подозрительного. Ладно, проезжай. Окей, спасибо. Надо было их машины завалить. Ну что, подъезжаем. Возьми бутылку вина, встречаемся в ресторане. Ну что, ребят, выходим. Как здесь выходить? Вот так вот выходим, как из обычной легковой машины. На букву Е нажимаем. Насколько я понял, бутылочку вина мы уже взяли. Ну да, там как бутылку вина взять, если там эти штуки. Ну и нам сюда, на второй этаж прямо. Ну да, тупить так не по-детски тупить. Ну что, ребят, где-то здесь должен быть вход в ресторан. Вот мы входим в ресторан. Грузинский ресторан. Палахаверн. Ну, девушка. Ну да, ээропейерн. Триby. Будет выходить? Ну просто в Mediterranean村. Так прощается. Жизнь в Oftentimes�. Ч伍ит. Я кретин, говник, мерзавец и свинья. А во всех отношениях я был недостоин тебя. Я не... Ну хватит, это правда. Потому и пропал. Оставил меня влюбленную дурочку. Лидия, в туныш погибло 12 моих товарищей. Напомню каждого из них. Каждого. 8, а есть мой отряд. Солдаты гибнут, Джон. Все знают сцену. Ты не виноват. Я возглавлял операцию. Перестань. Я слишком зла, чтобы жалеть тебя. Они состряпали мне медаль. И так далее. Как тебе смотреть в глаза? Как мне теперь смотреть в лицо? Я хотел сделать тебе предложение. Пошел ты, Джон, сказала я. Да. Ха. Да, девочка очень шикарная. Да. Ну, походу, ночка у них... Просыпайся. Ах, черт. Родная, а чё ты... Не, чё ты у них здесь с жопой перебор, по-моему, да? Ха-ха. Да, ты не забыл, что будешь в гражданском? Они тебя не узнают. Оптимистка. Да, оптимистка. В любом случае, нужно завестись оружием. Солдаты, вряд ли, захотят поделиться. Не переживай. Я собираюсь кого-нибудь убить прямо в церкви. Ха-ха-ха. Ну, или не там, я не знаю. День свадьбы, ребят. Ну что, большая свадьба. Она тут по... Так, ну что ж, давайте пойдём, пойдём. Попасть на церемонию в задание. Это не нужно идти рядом со своей Лидией, да? Ну что, ребят, давайте, давайте, давайте. Ну, боже, как она ходит. Ей бы... Ну, вы на это посмотрите только. Это, ребят, это жесть. Это годы мучительных тренировок. Боже, бройлерная походка. Ха-ха-ха. Не, ну, ребята из... Короче, из редакции постарались, смотрите. Смотрите, как она тренировала-то ягодицы. Тут, ну, просто невероятно. Просто жуть, ребят. Просто жуть. Они, конечно, очень круто прорисовали, сделали вот реально сенсуальную такую барышню. Что одну, что вторую, да? У одной там грудь, у второй ягодицы. Но при этом, правда, ходит она как курица, блин. Так, ладно. Чё-то ты очень долго ходишь, блин, дорогая. Ну, пошли отсюда. Лидия, Лидия. На колени. Не, он просто с шнурки завязывал на самом деле. Ну, то есть они здесь стоят, чё-то ждут, а мы сразу в зал, да? Неплохо, неплохо. Ого. Никогда не видел грузинские церкви на самом деле. И вот действительно интересно посмотреть, что они из них представляют. Насколько они красивые, ну, о, а это что? Мы собрались перед лицом Господа в кругу друзей и близких, чтобы влюблённые наступили в святой супружеский союз. Ого. Гори в аду, тварь. Охренеть, они убили жениха. Офигеть, вот это, блин, жесть. Это жесть, ребят. Но я... Попаливайся. Я знаю, что церковь просто из-за здесь. Гори, или будь сосредоточным. Проваливай, если станешь в списке подозреваемых первым. Офигеть, ребят. Если мы продолжим создавать всякие технологии без мудрости и благоразумия, наш слуга может оказаться нашим же палачом. Очень правильное решение. Что ты сидишь здесь, Лидия? Я вообще не знаю, куда они идут. Так, а где девочка-то? А-а-а, еще бы москвичных 2-9 во всей церкви. Что дальше? Все. А-а-а-а, у нас нет же нашего этого. Ух ты. Ух ты, винтовка ВК, блин. Еще и коллаж, блин, ребят. Неплохо. Очень хороший пистолет. Маккаром, что ли, или ты-ты-тем, че-то какой-то. Не дать поднять тревогу. Это чего? Где тело-то? Тело где? Нифига себе, я мощный. Тело где? Тело где? Иец. verde. да там была женщина по моему эти улики 3 бонус не дать поднять тревогу Продолжение следует... А в шкаф его кинуть нельзя, да? Итак, улики мы должны быть на человеке. А повредитель и беспилотник? Янухули 50-й калибр невозможно, но надо не определить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... да блин да блин ну что ж такое но не дурно не дурно скажите было как-то просто в бушку одним патроном я так думаю что мы прямо сейчас на этой лестнице и окажется ну по идее хотелось бы в это ли ну что заново обыскиваем ее вернее жениха взламываем систему маябе я не могу нечислить нечислить ну но но и и и и и Ольга! 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 Не умею я этим калашом стрелять, блин, жесть. У него отдача, мама дорогая, блин. И перепугался, если честно, относительно этого товарища. Надо подождать было, чтобы он ушел вообще туда подальше. Ну, сейчас разберемся, сейчас подождите. Интересно, а у нас, у нас ружбайка-то наша, она без глушителя, да? Весьма. Субтитры создал DimaTorzok Сзади подошел, там их куча вообще, этих товарищей оказывается, не ну понятно, что их там много, блин, как-то я тут уже застоялся, не совсем приятно, не совсем приятно, ребят, ну ладно, сейчас посмотрим. Уже пора заканчивать с этим заданием, что-то я тут задержался, у пули почти оторвало голову, 50-й калибр, возможно, на глаз не определить, не дурно, не дурно, весьма не дурно, снайперская винтовка, очень неплохая. Ну давайте постоим немножко. Продолжение следует... Мне надо, чтобы он отсюда ушел, потому что там вот этот вот... Продолжение следует... 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 надо будет брать на больше патронов и винтовку и винтовку надо будет брать и пистолет обязательно нужно будет брать на предмете а здесь где-то должен быть ребят вот здесь я стоял где-то и то ли пуля то ли гильза то ли веб-камера это костел получается да вообще красивый но он какой-то у них не чистый не и и и У нас стрелочка показывает куда. Давайте попробуем пойти туда, как-то по-другому Фикова знает куда идти дальше. Странно, теперь вот этот дом показывает или сейчас записку какую-то найду. А, это тоже к церкви относится. О, зачем подобрать? Мы что, воры еще? Прикольно. Вернее, прикольно, конечно, мало. Икону, уж икона нам точно не нужна. Зачем нам икона? Странно. Странно, ребята, вообще, как-то непонятно мне. Показывают сделочки вот этот дом. Ого, какие горы. Смотрите, какие скалы невероятные. Ничего себе. Вот что-то с этим домом связано. Икону. Икону. Удив непонятно. Икону. Wisни. Икону. Икону. Удив. Люди. Икону. Мы же проверим. Удив. Куда ты прыгаешь, нафига ты прыгаешь вниз? Вообще по-хорошему мне наверх не нужно лезть. Блин, я уже не знаю, где искать на самом деле вторую эту... Может все-таки тот ящик? Потому что он один здесь только выделен. Один единственный ящик. О, блин, что-то я тормозил, тормозил. Вот, наконец-то. Это все, возвращайся. Нет, я хочу еще взглянуть в церковь. Да мы уже были церкви. Давай без фанатизма. Ну хорошо, видно в церкви там все-таки что-то мы пропустили, ребят. Раз уж такое дело, давайте... Но горы потрясающе, как будто на другой планете. Ну правда странный вот этот на самом деле ящик. Это он не единственный один. Так виднеется. Только в нем как будто единственным можно спрятаться. Больше негде спрятаться. Всем понятно, что нам по центральным улицам ходить ну как-то нельзя. Да, вон, видите какой у них костел. Не отремонтированы. Я в церкви. Я в церкви. Следи, следы. Изучить. О, тут еще следы крови остались еще. Его словно... Чего там? Найти... Чего? Я нашел новую пульку в стену. Два интересных. Это ужасно. Вы знаете, что это может сделать? Некоторые пули оставят. Или, может быть, тефлоновые пули. Или, может быть, тефлоновые пули. Тефлоновые пули. Какая-то. Я вообще не понял. Он что, имеет в виду, что его не пистолетом лупанули, а чем-то другим? Остановка. Автобусная. Ну, давайте с другой стороны обойдем. Может, с другой стороны тоже самое. Давай. что может быть еще за улика какая-то какая-нибудь если вы камерой все я не знаю какая тут может быть улика может быть улика в стенке полевое отверстие в полу есть отверстие в полях холмы лице не меньше десятка подходящих снайперских позиций так если бы я наместил стрелка-обылка выбирал бы ту разрушенную часть я уже короче поняла к чему ты клонишь загляну туда ну разумеется добраться до церкви на холме и шо мы пешочком пойдем или тачка у нас здесь уже стоит или нам октобус подадут а вон машина какая-то стоит а а там же вон железка была ты живой блин как я туда доберусь а моя машина дальше стоит интересно интересно кто ее туда переставил обнаружена . ну давайте раз такое дело курение вредно и нам надо добраться до церкви на холме очень какая-то высокая церковь на горе высокой и мы собственно говоря туда сейчас с вами и держим путь вот осталось 425 метров дорога скользкая по любому и остаток дороги нам придется пройтись пешком так сообщение держи меня в курсе в общем что то он там сообщил и 200 метров мы должны пройти пешочком ребят в горку прикиньте 200 метров это немало вот разрушенная церковь одна а там видно что то еще выше должно быть да именно с этого места и стреляли то есть именно отсюда убили жениха то есть дело не просто в женихе а дело в том кто был этот жених и кому он мешал что его уничтожили так именно со снайперской винтовки это ребят следует если действительно стреляли отсюда я этим всю жизнь занимаюсь уж поверь нам нужно подняться туда короче смысл в том ребят что уже узнали враги что мы тут начали деятельность занимать заниматься деятельностью ну а как там сюда забраться нам нужно сюда забраться вот на крышу наверно здесь наверно здесь скорее всего здесь но найти следы оставленные снайпером ну следы то должны быть и здесь в том числе найдена новая подсказка где вот следы да ну чего ты ждешь вот здесь он пошел да это место лежки и вот адреналин следы на земле понятно что он здесь лежал я нашел гильза что уж он его за не винтовка он стрелял именно отсюда это гильза но тряси писарес крым и а в 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Я идти, Лидия. Да, прикольная штука, которая действительно позволяет обнаруживать следы. Это безусловно круто. Интересно, куда он пошел-то? Мина. Первая мина моя в игре. И что там? Ну что, вижу какой-то блик, отражение. На надгробе что-то есть. И там бомба. Осторожно, что-то круглое, непонятное. Это снайперская. Это... Это шлем. Шлем как шлем. Чудо техники. Не знаю, как это работает. Армази. К нему кто-то стреляет. Ну да, это послание. Триза существует. Лидия, он перегиб на шаг нас. Ну да. В общем, вот такое вот дело, ребят. Короче, тот схватил шлем. А сейчас он вспоминает то, что было 9 лет назад, по-моему. Где ты, братишка? Где ты, братишка? А прикиньте, этим снайпером является именно вот этот вот брат. Да, конечно, понятно где. Не было совсем не трудно. А на самом деле там его нет. Я вижу тебя! Ну да. Молодец. Смотрю, ты решил схитрить. Ха-ха-ха-ха-ха. Сдаёшься? Да. Не сегодня. О, чувак! Как ты даже... Охренеть. 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 Нужно покинуть зону операции. Итак, шлема, к сожалению, нет. Я на моем пути. Задание выполнено. Задание выполнено. Так, ребят, меткость снайпера 91%, в голову 8, максимальная дальность 121, убийц 19, время 41 минута, товаров 23.75, ребят. Ну, примерно так. Открыто новое оружие, значит, это у нас... В общем, это штуковина, да. А куда мы убегаем, я не понимаю. И карты никакой нет. Вот где-то здесь. Спасти пленных, спасти гражданство. Он не был виден в некотором времени. Он начинает исчезнуть, как мгновенные мужчины. Окей, Лиан, ты можешь его подниматься? У меня есть идея или два. Открыто. Обыскать? Да ладно, а что я могу найти? Биосубстанция какая-то. Ребят, у нас осталось всего лишь 13 патронов. Спасти пленных, спасти гражданских, то есть... Я не понял, это что, волки... Волки держали в заперти... Людей? О, бабушка какая-то. И мужик. Как я могу тебя исправить? Спасено двое граждан... Восемь гражданских? Ребята, кто спит? Кто храпит? И так, у нас всего... Всего снарядов... Патронов... Очень мало. У нас 13 патронов и неизвестно вообще что. Как? Куда нам идти-то? Все. Дошли. Быстрое перемещение. Ну и давайте будем перемещаться, естественно. Кстати, вот совсем неподалеку опять какая-то шняга. Уже молодая какая-то, 3,5 тысячи, 48 лет. Ну, выглядит неплохо. 172 сантиметра, 80 килограмм. Российский микробиолог в 96-м, 2001-м возглавляла институт Руднева. Ставила незаконные иммунологические эксперименты над более чем 120 пациентами, большинство из которых умерли в ужасных мучениях. Боясь разоблачения, бежала из страны крайне расчетливо и бесчувственно, но при этом кажется полностью отрешенной от внешнего мира. Вот. Доктор Дарья Кузнецова. Давайте пока мы свалим отсюда. Угу. И свалим мы все-таки домой. Ну, в пещеру нашу хотя бы. Потому что очень хотелось бы больше патронов и в снайперской винтовке. И чтобы снайперская винтовка все-таки наша больше... Лучше как бы, ну, стреляла там, да, и скорострельной была. Так, кстати, это же другая уже у нас, да, точно. Арсенал. Ну, давайте посмотрим, сколько нам дали денег. Ух ты, елки зеленые, 22 тысячи, ребят. Это серьезно, это уже не детский сад. Итак, смотрим. Вот у нас, вот это какая, вот эта винтовка. Посмотрите, урон хреновый у нее. Вот это самая та, которую я хотел взять. Видите, у нее урон какой сильный. Отдачи мало, подвижность большая, шума очень мало. И запас снарядов больше, чем у той, с которой я бегал до этого. Однако вот здесь вот, вот эта вот, прикольная какая-то она, интересная. Но у нее не тот прицел, лазерный прицел не тот. И боезапасов у нее не так много. Вот она через одно, вот одна. Столько же, абсолютно столько же у нее. Но она, подождите, у нее скользящий затвор. То есть здесь надо фигачить руками, прошу прощения. А здесь тоже руками. Но запас патронов маленький. Здесь больше. Ну и вот здесь вот у нас уже получается... Нет, ребят, я покупаю вот эту и... Можно было бы продавать, если было бы круто вообще. Итак, ну что, давайте теперь посмотрим вот наша дурбанка. 40 патронов у нас. Маркировка, ну я думаю, нам не нужна она, потому что для людей абсолютно никакая. Значит, здесь у нас стандартных много. Только такие, да, шумовые. А вот еще разрывных нет пока. Жалко, жалко. Потому что именно разрывные были бы, конечно, нам очень полезны. Так, АК я не хочу, мне надо вот эту вот дурбанку, пожалуйста, гушбанку. И дайте мне... Значит, оптика. Мы уже видим оптику, и мы можем поставить даже оптику вот такого плана. Есть механический прицел, ну это обычный, мушка. А есть вот такой вот стандартный коллиматор для дробовика. Ну давайте его купим. Почему нет? Дробовик нам нужен стопудово. К сожалению, здесь вот только нам позволительно здесь иметь. Ну, в общем, вы поняли, да? Так. С каким мы были под пистолетом? Уж очень классный был пистолет. Обычный. Макаровный, что ли, получается. Я, если честно, менять его не хочу. А здесь я бы поменял... Во-первых, глушитель надо сделать. Да, давайте сделаем глушитель, во-первых. И, во-вторых... Это что у нас? Средний магазин. А нам нужен магазин... Блин, а увеличенного нет. Есть только средний. Ну и хорошо. И здесь нам нужно... Значит, смотрите. Это обычный, да? НАТО. НАТОвский вариант. Вот это 10. А вот еще 24. То есть, вот это вот можно менять расстояние. И давайте, конечно же, мы возьмем вот это вот. 7000. Хватит нам. А вот такой есть. Умножить на 10. Ну, мы возьмем умножить на 24. Да, нам блевать. Настоящий снайперский. Так, глушитель есть. И камуфляж. Ну, я думаю, камуфляж нам особо... Хотя, можно взять опять красную. Нет, красную что-то меня уже поднадоело. Вот, такой серый. Да, отлично. Ну что, ребят. Ну, неплохо, неплохо мы сегодня с вами. А что у нас с пистолетом, кстати? Можем ли мы ему, кроме глушителя, сделать надо ремонт? Во-первых. А что это усиленное? Ладно. Все здесь куплено. И здесь у нас средний. Жалко, что средний. Потому что хотелось бы намного больше, чтобы был. Глушитель у нас готовый. И это у нас готовый. Ну что, ребят. Все. На этом пока мы... Я так думаю, можно даже... Почему у нас так мало снарядов, патронов? Это у нас чего? А, это обычный. Вот это у нас винтовка наша. И она должна увеличивать очень сильно. Жалко только, что она... А что она так не сильно увеличивает? Ну, вроде ничего. Вроде нормально увеличит. Я даже не знаю. Вот туда, да. Ну, вроде ничего. Ладно. Но мне непонятно, почему у нас в нашей берданке, вот в этой... Почему четыре снаряда? Четыре патрона. Кстати, мне надо еще выполнить обязательно... Выпрыгивающая мина. Итак, очки ночного видения. Давайте купим. А, да. Понял. А, у нас денег... Так, я не понял. У нас деньги-то есть, нет? Здесь нужно всего 1256. Ну. Я предлагаю купить. Как не достаточно денег? У меня 2259. А здесь 1200... Бред как. Осколочная граната. Ну, я не знаю. Стоит их покупать? Нет, но... Не знаю. Давайте купим адреналин. Нам еще один. А также таблетки какие-нибудь, да. Это аптечка, таблетки. Я не знаю, что там. Что, с собой таскать аптечку? Аптечка у нас вроде с собой есть. Таблетки... Ну, хрен его знает. А это что? Это у нас извлечение. Ну, он у нас есть, да? Адреналин. Раш. Так, ну и можно еще взять дымовую гранату или осколочную, или какую-нибудь другую. Вот металлический нож. Ну, давайте возьмем осколочную гранату. Попробуем, может быть, там действительно кинем в кого-нибудь. Для покупки этого предмета у вас недостаточно денег. Нормально. Нормально. А что у нас? Почему недостаточно денег? Я не понимаю, почему в берданке у нас так... А, вот почему. Итак, везде у нас все как положено. Вот здесь можно было каких-то еще патронов купить. Вот этих. Странно. Здесь у нас все есть, а там у нас нифига нет. Очень странно, ребят. Ну, фиг его знает. Ну, в общем, в любом случае, ребят, как-то вот так вот мы подходим к тому, что нам нужно заканчивать как бы все-таки наш стрим, потому что наш стрим идет достаточно долго. Я, правда, пока даже не знаю сколько. Давайте посмотрим, если у нас это получится, если у нас выйдет. Я так думаю, сколько фиг его знает сколько, если честно. Ну, у меня пока это не очень хорошо получается есть. Если честно... Да куда ты стреляешь? Мне не нужно стрелять. Я хочу посмотреть количество времени, сколько мы тут провели. Итак... Очень странно, очень странно. Давайте тогда хотя бы посмотрим YouTube, потому что качество трансляции пишет плохое. Но это пока он пишет так. На самом деле-то трансляция вполне нормальная. Одну секундочку, ребят. Трансляция, да, смотрю, продолжается. И длиной эта трансляция... Сейчас загрузится страничка, потому что я пока теряюсь, если честно. Да ладно. Три часа двадцать четыре минуты, ребят. Ну, вот как? Не знаю я. Не знаю, не знаю. Ну, значит, надо заканчивать, но потому как вообще никуда не годится это. Смотрим, в каком качестве мы можем здесь посмотреть. Вроде качество нормально. Ну, ладно, ребят. На этом давайте тогда все. Все закончим, если у нас получилось с вами именно сделать наше мероприятие приятным. Так, я выстрелил здесь непонятно зачем. Значит, давайте будем заканчивать уже, выходить и останавливать стрим. И на этом будем говорить все. Так, сейчас только надо сделать. Чем мы там... Да блин, нет, 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 нет. Я ж не это хотел. Вот здесь, по-моему, у нас бок. Вот в этом, в этой штуке, в берданке. Давайте купим еще один патрон и уже на этом будем заканчивать. Да, вот он, патрон, не хватает которого. Все, ребят, спасибо, что были. Сейчас попробуем тоже опять же. В общем, спасибо. Спасибо. Это мы что, просто перезарядку делаем? Можно так разно? А еще раз? Вот прикольно, мне нравится. На, на. Хотя можно и так. Можно и так. Прикольно, прикольно штука. Все, ребят, спасибо. Спасибо еще раз, что были здесь. На стриме. Ну и, наверное, все. До новых встреч. До завтра. Завтра будет продолжение, скорее всего, именно, посвященное этой игре нашей. Ну и пока на этом все, друзья. Всего хорошего. Подписывайтесь на канал. Обязательно палец ставьте вверх. Кликайте по колокольчику, чтобы быть в курсе, когда будет новое видео или стрим. Ну и до новых встреч, друзья. Все, пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok